Севастополь 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 Наследники артиллеристов первой обороны Севастополя, которые тоже внесли свой вклад, артиллеристы, это основа обороны была артиллерия, снятая с кораблей, и сохранили государственность Российской империи. Вот это вот наследники, артиллеристы в период царской еще русско-японской войны 1905 года сделали выводы, и Николай II подписал указ о создании бронебашенных батареек в Ревеле, в Таллине, в Севастополе. И вот эта инженерная мысль царских конструкторов, это Абуховский завод, который начал изготовлять эти пушки, это все воплотилось в создании 30-35 батареи. Остановила только Первая мировая война. Уже населились земляные работы, были развернуты бетонные узлы, сюда подведена железная дорога в район 30-й батареи у Любимовки. И практически к 2015 году были выполнены работы по установке броневых дверей, сделаны уже все помещения, но остановила мировая война, а потом гражданская война. И вот после гражданской войны советское правительство, все-таки исходя из тех же уроков и Первой мировой войны, и из уроков японской войны, приняло решение восстановить. То есть сделать бронебашенные батареи в Севастополе 30-35. И к 1934 году строительство было закончено, а сданы государственные приемки, и в 1937 году принял командование 30-й батареи Александр Георгий Александрович, о котором у нас с вами пойдет речь. Ну и Вторая оборона Севастополя требовала сражения не только на воде, сколько на твердой почве. Почему и развернулась во время Второй мировой войны эта батарея? Не было противников у советского военно-морского флота на Черноморском театре. У нас здесь был линкор «Севастополь», у нас здесь были крейсера, эсминцы, подводные лодки более 40. Поэтому, естественно, никто не ожидал, что воевать придется с врагом в суши. Но ход войны показал блицкрик, успешное движение немецких танковых колонн, наступающих на Санкт-Петербург, на Ленинград, на Москву. И в 1 ноября 1941 года уже открыла огонь 30-я бронебашенная батарея. То есть быстро, в течение нескольких месяцев немцы взяли и Одессу, дошли уже до Крыма, взяли перекоп. 29 октября объявлено было осадное положение в Севастопольском оборонительном районе, а 1 ноября 30-я батарея открыла огонь. Валентин Владимирович, мы сегодня говорим о героях, кто стоял на защите, кто находился на 30-й батарее в эти самые жаркие дни. Оборона началась и цемитировала эту оборону 30-я батарея, 350 рядового состава краснофлотцев и 40 командного состава. Пристрелены уже районы, 6 наблюдательных постов было. И движение немецких колонн, которые прорвав оборону на перекопе, обошли Симферополь и двигались, минуя Бакчисарай. И задача была поставлена командующим 11-й немецкой армией Матштейновым Циглеру с его механизированными колоннами сходу выйти на причальный фронт Севастополя. И трагедия была бы, конечно, для дальнейшего развития военной ситуации в Отечественной войне, если бы это им удалось. Но их встретили тяжелые 430-килограммовые фугасы 30-й батареи. С 1 по 7 ноября, вот это самый тяжелый период, когда еще не организована была оборона Приморской армии, у нее не было ни боезапаса, ни артиллерии. Они еще только выходили, идя через Ялу по Ялтинскому кольцу сюда к Севастополю. 400 снарядов уничтожили тысячи немцев, уничтожили сотни бронетехники, автомобили. И заставили немцев отказаться от штурма сходу, и они перешли к полномерной осаде, уже начали концентрировать силы вокруг Севастополя. Вы сказали, что историки отмечают, это было уникальное военное изобретение, вот эта 30-я береговая батарея, потому что было из нее выпущено снарядов больше, чем патронов. Нет, это у нас статистика говорит, что, как и первая оборона, вторая оборона Севастополя, она представляла собой дуэль артиллерийскую. То есть все артиллерийские, вот потопленные корабли Черноморского флота, это вот Матюхи, например, батарея на Малахово-Кургане, это все артиллерийские стволы Приморской армии, это все стреляло. Это все стреляло, и стреляли еще тяжелые батареи 30-35-й. И вот вкупе за оборону 250-дневную из расходов было снарядов больше, чем потрачено было патронов. Это вот статистика такая общая. Это артиллерийские дуэли. И вот этих артиллерийских дуэлей самый весомый вклад внесла, конечно, 30-я батарея, внесла в свой вклад меткостью стрельбы. Вот эта меткость стрельбы, она парализовала практически всю деятельность немецкого вермахта, вынудила их в третий штурм, например, они привезли сюда Дору 800-мм, самое крупнокалиберное орудие Второй мировой войны, которое 7 тонн снаряд, и две мортиры типа Карл 600-мм с 2 тонны весом. Это все было нацелено и размещено против 30-й батареи. Их вызвал Гитлер Манштейна, просил объяснений, почему не могут взять Севастополь. Он сказал, что пока будет 30-я батарея, пока мы ее не уничтожим, она будет сопротивляться, мы не возьмем Севастополь. И солдаты, когда шли на третий штурм немецкий, им объясняли, возьмите, вот называли они Горький-1, возьмите этот форт и возьмете форт, значит возьмете Севастополь, будете отдыхать. Вот этот штурм, последний штурм в июне 42-го года, дивизия штурмовала батарею. И батарея стреляла, стреляла боевыми снарядами, потом стреляла учебными снарядами, потом уже просто картузы пороховые по брусверу стреляли, сметая немцев. Тысячу штурмующих немцев положили из дивизии и не могли все равно взять никак. Вынуждены были батарейцы отойти в капонеры, в казематы внутрь, когда просто практически израсходовали весь артиллерийский боезапас, какой только был. Это уникальнейшее вообще, вот в истории вообще всех войн и Второй мировой войны, уникальнейшее известие и явление, когда батарея вот такая, отточенная с мастерством их командира и личного состава, противопоставила себя всей мощи практически артиллерийской вермахта, раз сюда даже Дору привезли. И наращивали немцы в геометрической прогрессии, вот все. В июне месяце за неделю 2000 снарядов выпущено, 600 авиабомб, по 50 самолетов налеты делали, и все это на береговую 30-ю бронебашенную батарею. И не могли ее никак подавить, просто не могли. Были снаряды, эти снаряды не просто стреляли батарейцы, они стреляли точно в цель, то есть шла координация наведения на цель. И управление не было потеряно в любой ситуации до последнего момента. Мы и обратились по этому президенту Владимиру Владимировичу Путину, что это, ну, если Севастополь спас российскую государственность, оттянув на себя 11-ю армию Манштейна, сковав ее здесь на юге, и позволив спасти Сталинград в итоге, потеряли немцы темп, и армия здесь завязала, и ударная авиационная группа Геринга, армия тоже потратила весь авиационный боезапас на Севастополь, то вот в этой обороне героев-севастопольцев очень весомый вклад внесла 30-я батарея своим техническим мастерством, своим умением, отлаженностью, точностью поражения цели. Раз она даже в смущение ввела нашего противника, вот этого Манштейна с генералитетом 11-й армии. И сегодня вы выступаете с инициативой о присвоении звания Героя Российской Федерации посмертно командиру 30-й береговой батареи Георгию Александрову. У вас есть обращение Путина. Давайте мы его посмотрим. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к Шестаку Валентину Владимировичу, ветеран подводного спецназа Черноморского флота. В апреле этого года мы направили вам ходатайство о присвоении звания Героя Российской Федерации командиру 30-й бронебашенной батареи майору Александеру Георгию Александровичу. 380 батарейцев, проявив чудеса стойкости, мужества, отваги, остановили стремительное наступление немцев 1 ноября 1942 года, обеспечили 250-дневную оборону Севастополя, внести огромный вклад в сохранение нашей государственности, потому что оттянули силы немцев на юге России, чем спасли Сталинград. Просим вас поддержать нашу инициативу. Ждем вас на легендарной земле Севастополя и 30-й батареи. Честь имею. Валентин Владимирович, вы обратились на прямую линию к Владимиру Путину. Понимаю, ответ еще не получен. Ожидаете? Ожидаем. Это распространение везде, во всех средствах массовой информации. В апреле месяце, к 110-летию рождения Александера, мы связались с дочерью его, Татьяной Георгиевной, телевизионщики, взяли у нее интервью. В Москве она проживает. Мы письме писали в апреле к 110-летию, к 70-летию освобождения Севастополя. Обратите внимание на подвиг, совершенный батарейцами под командованием Александера. Нашли понимание у дочери. Она здесь 6 мая каждый год приезжает сюда. Мы с ней встречались, ходили по батарее, вспоминали. Она помнит отца. В 1938 году она родилась, ей было 3 года, когда отправил их с матерью в Москву, командир, и остался здесь защищать нашу государственность. Поэтому нет какой-то одиозности. Наши ветераны, батарейцы береговой артиллерии и ракетных войск, Потапов, Виктор Алексеевич, Шилюк, они все, Сологаев, они все писали еще в 70-е годы, присвоить звание Героя Советского Союза. Но тот факт, что попал в плен, был в гестапо, мучили его Александером, месяц уговаривали его, что он такой мастер-артиллерист, перешел на сторону германских войск, предлагали ему сохранить звание. То есть все, он отказался. Не сдался. Не сдался, погиб. Но вот это вот сейчас, в сегодняшней ситуации, когда основа идеологии российского государства, это экология и патриотизм, а основа патриотизма, это героическое наше прошлое. Вот оно, героическое, неоспоримое героическое прошлое. Мы об этом и говорим. Владимир Владимирович, спасли фактически, по признанию даже наших противников, спасли государственность нашу, вот сегодняшнюю, и только нашу. На батарее воевали украинцы. Одна треть была украинской срочной службы. Так они спасли, значит, государственность Украины, Молдаване, евреи, азербайджанцы, армяне. То есть интернационал на батарее был. Они спасли государственность своих республик, которые сейчас суверенны. Но это достойно, например, размещения на батарее в районе командного поста Александера монумента, мемориала Матери Родины, который вдруг неожиданно хотели поставить на мысе Хрустальной. Мы говорим, что на мысе Хрустальной должен быть музей героической обороны 41-42-го. Там должны быть представлены батарейцы Александера, и 35-й батареи, батареи Матюхина, и Воробьева Пьянзина батарейцев. Это приморская армия, которая лишена сейчас музеев вообще. Их все артефакты, все наследия, их все лежит. 80 тысяч экспонатов в Музее героической обороны и освобождения Севастополя. Это раньше так назывался музей-заповедник, к сожалению, сегодня. Вот это все должно работать на патриотизм, раз основа нашей идеологии – это патриотизм. Почему у матери Родины в ногах должны стоять красноармеец и белогвардеец, и примирение в гражданской войне? Мы говорим, что единение должно быть всех эпох развития государства российского, тысячелетнего. Это и царская Россия. Мы говорим, что пушки сделаны, спроектированы в царской России. Почему представитель царской России не может стоять в ногах этого мемориала на командном пути, на самой высокой точке Любимовки в районе 30-й батареи? Почему в центре не может стоять Александр? Почему не могут быть представители уже постсоветской, сегодняшней России? Мы предлагали даже в письме Владимиру Владимировичу Подров, майор морской пехоты, сказачьей. Погиб в апреле 1917 года на дальних рубежах в Сирии, защищая интересы российского государства. Почему представители не могут там находиться? Почему мы не можем там все списки погибших защитников Севастополя, артиллеристов на этом монументе обозначить? Чтобы приезжали сюда не только россияне, приезжали из всех суверенных республик. Если задача Севастополя заниматься народной дипломатией, искать подходы к нашим бывшим союзным республикам, теперь суверенным, так вот здесь и есть тот вклад, который внесли представители всех народностей и народов Советского Союза. И неоспоримый подвиг батарейцев подтвержден уже историей, он не опровергаем никем, даже нашими противниками. И существует же объект военный, и объект не просто, а посмотрите, знаковый какой объект. Это объект пушки линкора Полтава. Четыре линкора типа Гангут заложены в начале 20 века на верфях Санкт-Петербурга. Один из них, это вот линкор Полтава, первое и четвертое башенные орудия, они размещены на острове Русский в 1939 году. Климента Ворошилова в батарее. Два остались, вторая и третья. После войны Великой Отечественной, в блокаде, они в консервации простояли в Ленинграде, было принято решение советским правительствам восстановить батарею. И батарею восстановили из этих пушек уже линкоровских, но отлитых в то же время в 1909, 1911, 1912 годах на Буховском заводе. И вот одновременно, то есть они в одном горниле варили сталь, это и Александера Пушек, и Башин, и линкора Полтава. Это символично. Это как раз и связывает все эпохи. Это как раз и дает нам основу, опираясь на героическое прошлое наших предков, идти в будущее, строить, цементировать наше государство в идеологии, которая неоспорима для нас. Если вы говорите, что молодежь не знает, надо научить. Конечно, не знают. Конечно, сегодня я задаю вопрос, что такое 22 июня, а многие не знают. А знаете, что отвечают родители? Они говорят, а как, откуда, если не 23 года жили в Украине, если учебник истории был очень тонкий, а сведения о Великой Отечественной войне где-то умещались в три параграфа, где о концлагерях была всего лишь одна строчка. Что вы хотите? А где же наше воспитание родительское? Я сейчас хочу сказать и вернее нашим телезрителям продемонстрировать ролик, обзорный ролик от 30-й батареи, а потом мы обсудим, чем сегодня интересна батарея. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Немцы захватывали там бои были жесточайшие, потому что правой стороной, если смотреть на море, вот где командный пункт Александера показали, там уже была передняя линия обороны и вынуждены были штурмовать и батарейцы и наносить туда артиллерийские налеты, чтобы отогнать немцев. Они хотели с той стороны зайти на батарею. Можно открыть аэрофотосъемки немцев 42-го года и посмотреть, что представляла себя территория 30-й батареи. Сплошные воронки от Доры, от Карлов, от этих авиационных бомб двухтонных. Живого места нет. Сейчас показывают башни, а вот там было то, что в боях. И просветленная церковь рядом стоит, и там братское захоронение под тысячу человек, там и раненых, и батарейцев с воронок стаскивали туда. Там вот Доры, большая воронка была, все засыпали. Засыпали трупы. Сейчас там особняк рядом построили. То есть рядом застраивается первая линия обороны. Мы говорим, надо это все оставить. И вот как воспитание молодежи? Воронков Сергеем, который взвод обслуживания и регламента, сейчас сверхсрочников возглавляет отделение. Мы говорим, а вот туда, внутрь, в Патернов, в 300-метровый коридор. Завести молодежь, погасить свет, включить красное освещение аварийное, руевуны все эти у него работают, когда перед стрельбой. Записать голос командиров, а так вот этих всех готов, пли, огонь, рев орудий этих всех. Окунуть в те события. Окунуть в те события все, а потом сделать обращение наших предков, погибших, к вам сегодняшним, что мы вот здесь положили свои жизни, да, защищая ваше будущее. Но там некоторые говорят, молодежь очень мелкая, может даже и описывается кто-нибудь, если вот в такую ситуацию. Так вот в такую ситуацию и надо, чтобы поняли, что это такое. Пушки сейчас показали сверху, никто не может, ну я стоял вот на фоне орудий. 52 тонны вес каждого ствола, 900 тонн вес всей башни, более 1200 тонн вместе со всей начинкой, где элеваторы, подача снарядов. Мы тогда приводили маленьких детей, ну относительно, 1-12 лет. Они когда скрутили штурвал этот розмах и поднимался ствол 52 тонны, когда внутри смотрели макет снаряда калибра 305 миллиметров, тоже крутили там рычаги все и подавали на элеватор снаряда, после этого они вышли совершенно другими. Там же все с клеймами царскими, все вот эти своды, крепления, все где отлито. Все там на казенной части стволов, там Обуховский завод, 909 год, с ятями уже все прочее. Крутят, когда открывается затвор этот, все это видно. Когда они стоят и обнимают ствол, а другие там крутят и ствол вдруг поднимается, они пытаются удержать. Они понимают мощь нашей России, ее истории. Это же непересекаемое вот это все наследие царское, советское, российское сегодняшнее. Вот молодежь этому надо учить. Рядом парк Патриот вот в этом хозяйственно-административном военном городке. Да, сейчас идет конференция, там сейчас собрались дети, которые будут там, ну, играть в войну, будут заниматься боевой подготовкой. Но окунуть их в реалии действительности можно только тогда, когда они увидят вот это все. И мы хотели бы, чтобы 30-я батарея, она представляла собой, как Аврора внутри была наполнена содержанием, чтобы там мы сделали, восстановили кабинет Александера. Надо там поставить такие вещи, которые вот трепет должны у молодежи вызывать. Не виртуальные какие-то интернет-игры. Они должны увидеть вживую вот это то, что остановило немца, остановило страшную силу, надвигающуюся на нашу родину и спасло российскую государственность. Им нужно включать это в учебники истории. Ну, если не общие, то хотя бы Севастополь ведение. Вы со мной согласны? Севастопольцев возить детей надо на 30-ю батарею. Просто сделать обязательным приезд туда. Они сразу же осознают, что такое величие нашей Родины. И что такое величие подвига наших предков, остановивших страшную немецкую силу механизированной, своей силой, своей точностью, своим подвигом, своей отвагой, своим умением, главное, артиллерийским, в первую очередь. Спасибо большое за бесценную информацию. Мы ждем вас в гости. И вам спасибо большое. Напомню, у нас в гостях был Валентин Владимирович Шестак, ветеран отряда подводного спецназа Черноморского флота. Я не прощаюсь. Встретимся в 16.45 в программе, посвященной Дню кораблестроителя. А сейчас передаю слово коллегам информационной службы. Новости после рекламы. Новости после рекламы.